На 777 пригодим всем. Да, Британия действительно может отправить войска в Украину, по крайней мере, так говорит посол Украины в Великобритании. Правда, можно сказать уже экс-посол и экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. А в Германии говорят, что 5-8 лет есть на подготовку оборонно-промышленного комплекса, чтобы защититься самим. От кого? Да вот от таких вот. Слушай сюда, немецкая дура. Дойче Думков, ты еще увидишь, как из-за твоей продажной глупости Анна-Лена Бербок, Берлин будет гореть и будет знамя победы над Рейхстагом, потому что ты пытаешься отомстить за мужа своей бабушки, но не твоего дедушки, который воевал против советских солдат в Крыльцберге. Выходит, две модели обороны. Британцы могут отправить войска, чтобы воевать в Украине, а не на своей территории, а в Германии уже готовятся к обороне. В принципе, неудивительно после таких слабо прикрытых угроз Путина. Мы заинтересованы в развитии отношений. Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе территориального характера, в середине 20 века, все там решены. Самые добрые, самые сердечные были отношения. Экономические, все развивалось. Да, в лесном комплексе там были проблемы какие-то, но связаны были с необходимостью развития лесопереработки внутри страны. Ну и все, это чушь, мелочи на самом деле. Проблемы не было, теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенное насчет воинских подразделений. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто. И очень странно, что ребята, слушая своего президента, так и не понимают, от кого же, блин, собираются защищаться страны Европы. То есть Путин открыто угрожает Финляндии за то, что она вступает в НАТО, а комментаторы не понимают, что тут такого. Он всем угрожает. В европейских СМИ, это, так сказать, вот эта тема начала пробрасываться чуть раньше, чем в американских. И она прям вот сразу после вот этого совершенно триумфального визита Зеленского в Аргентину, там и далее, так сказать, куда пустили. Ну, у меня главный первый вопрос возник. Стратегическая оборона чего? Вот они что собираются стратегически оборонять? Ну, они, надо им отдать должное, ответили на этот мой-немой вопрос. Они собираются стратегически оборонять то, что останется. Что останется? Они еще не знают. Они не очень понимают. Более того, я сейчас такую вещь скажу, но это чисто мое предположение. Они в условиях, когда, ну, явно совершенно американцы начинают так аккуратненько соскакивать, они не знают в реальности, а сколько у них ресурсов. Российская оборонка действительно работает в три смены. Они действительно ускорили производство и, правда, переводят все на военные рельсы. Но большая часть всего этого потенциала направлена на ремонт поврежденной или расконсервацию старой, или приведение в порядок техники, которую они используют сейчас. Багато чуємо, что они расконсервируют старую технику, что в них, нібито, немає іншого выбора, окрім, как расконсервировать старую технику. Но вместе с тем, мы чуем, что их оборонная промышленность работает в три смены и, нібито, без перерыв и без этого. А куди тогда девается эта техника, которую они в три смены випрацьевывают? Навіть очильник Бюро национальної безпеки Польщі казав, що у Польщі є три роки до російського вторгнення, щоб підготуватися до російського вторгнення, саме через те, що російська оборонка працює в три смены. Тут важно для вас, по-перше, треба розуміти, що російська оборона промислові, сільського промислового комплексу, він працює не лише на виготовленні озброєння. Він працює і на те, щоб підтримувати наявне озброєння, розконсервовувати старе, модернізовувати його і лакувати. Тобто, коли мова йде про те, що, наприклад, був вражений умовний танк противника, треба розуміти, що з певної доли вірогідності він, скоріш за все, поїде на ремонт на територію Російської Федерації, де його будуть відновлювати, якщо він там отримав значні ушкодження. Якщо його ремонтують навіть на рівні рембату, все одно ремонтного батальйону, у російської армії необхідно десь брати деталь. Есть ще перенесене производство, шахеды, которые делают в Татарстане, к примеру. Есть ще тьма деталей і полупроизводств, якщо можна так назвати, які так чи інакше все ще работають в РФ. Тому російська армия пока обеспечивает сама себе. Ну, не тільки она сама себе, но она сама себе тоже. Да, є помощь від колег диктаторів, але тож не решаюча. Может быть, Лукашенко в Китаї був именно по цьому поводу? Через Беларусь будуть решатися вопросы з финансуванням российських оккупантов? Те договоренності... Нет, не було слышно такого слова. Все вопросы, які ми поставили перед председателем КНР, Си Дзиньпином, вони получили один відповідь. Да, ми готові роботати, углубляться. Давайте вместе, давайте подружески роботи. Але зачем нам британскі війська? Зачем нам НАТО? Зачем це все, якщо ми готовим дітей? Батальйони шкільників, вони мучають оккупантов алгеброй. Київський режим создав цілу систему вербовки шкільників для свершення преступлений. Ми провели соответствуючий аналіз. Эту роботу курирують закрытые подразделения СБУ, Центр інформаційно-психологічних операций, його філягу в Київській, Венецькій, Харківській областях. Боевики использують соціальні сети для переписок со шкільниками, склоняють їх к деструктивному действію. Многі каналы і закрытые чаты в роскоязычному сегменті, які пропагандують терроризм, екстремізм, суїциди, модерируються з території країни агентами СБУ. І, к сожалению, среди цих модераторів нередко встречаються також несовершеннолетні. Вербовка шкільників – це, конечно, не единичний случай. Так а зачем суициды, якщо шкільників вербують СБУ? Ви определитесь, суициды или вербовка. Россияне в то же время предлагают отдавать в армию сирот. Ну, щоб жили вместе с военными, воспитывались там же. Ну, а чего? Это ж не Гитлер-Юргент. А по поводу увеличения рождаемости – это вообще отдельный вид расстройства. Все сразу пытаются исполнить приказ Путина – рожать. Даже генералы. Жаль, що нельзя рожать сразу 18-летних і сразу в бронежилете, щоб государство об этом не парилось даже. Президент що сказав? Традиційна ценность. Родина, семья, многодетные семьи. Задачу, як будешь выполнять? Без смеха. Традиційна, ну, ми ж воюємо. Хорошо, ти коли починав? Второю чиню. Дальше че було? Дальше КТО, дальше 8-й Грузия, дальше пошло там 14-й, дальше Сирия, все остальное. Ти че думаешь, а с его закончится, у тебе будет жизнь лучше, что ли, веселее? Это будет море, будет вне свободного времени? Мне не будет. У тебя отпускай есть? Есть. Тукат президента выполняєш, выполняєш. Все, отправил, задачу выполнен, через 9 месяцев доложили по результату. Традиційна, да ви че? Наверное, успею. Вот и все. Начинать надо с себя. Можно сделать вывод, что россияне таки поняли, что это поражение, и решили вернуться обратно через 18 лет. А для этого еще надо нарожать. Но главное – это понимание. За что идет война? Вообще за что? Какую цель преследуют? Да скажите же вы. В конечном-то итоге. Взять в итоге, домучить Авдеевку? Мы наступать не можем, у нас нет резервной армии, мобилизации. Во всяких смыслов не произошло. У противника сохраняется бандеровская антирусовская государственность. Все центры принять решение. Несмотря на 2500 выпаленных ракет, крылатых и баллистических. Поезда ходят, мосты стоят. Единственный комитетный перерабатывающий завод работает. Вещание, механизм обработки мозгов, промывания мозгов на Украине тоже работает. Где ж победа? В чем же победа? Это же на самом деле, так сказать, проигрыш. В общем, так долго следить за событиями не хочется, но, скорее всего, придется. Следите вместе с нами, не забудьте поставить лайк. Буду рад вашим комментариям. YouTube тогда понимает, что это интересно и важно, и показывает видео активнее. И не забудьте подписаться на мой канал и на канал 24-го. Берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!